Здравствуйте! В эфире программа безопасности и я, ведущий Александр Булдаков. В этом выпуске мы, как всегда, расскажем о самых громких происшествиях и преступлениях за последние дни и, конечно, подскажем безопасные выходы из опасных ситуаций. Сегодня в программе. В ДТП, которое произошло в ночь на Пасху 20 апреля, пьяный парень на машине буквально протаранил крестный ход. От удара тогда погибли двое полицейских. Но почему дело до сих пор не попало в суд? 18 сентября в некоторых странах отмечали День памяти погибших байкеров. А через два дня поклонники двухколесной техники официально закрыли свой сезон и подсчитали потери. Да не оскудеет рука дающего. Кто и как помогает восстанавливать сгоревшее около месяца назад в Краснообский приют для животных? Что уже удалось построить для четвероногих бездомных? И как молодежь решила книгами помочь обездольным животным? Эти и другие материалы смотрите в выпуске. Все-таки оборвать жизнь человека порой получается очень просто, к тому же и быстро. Наказать преступника бывает сложно. В трагическом ДТП, которое произошло в ночь на минувшую Пасху, то есть на 20 апреля, пьяный парень на машине буквально протаранил крестный ход. От удара тогда погибли двое полицейских. И только сейчас расследование подошло к завершению. Но, как ни странно, до суда дело не хотят доводить. По крайней мере, в нынешнем виде родные погибших. Потерпевшая сторона не согласна со статьей уголовного кодекса, по которой обвиняют молодого человека. Что именно и почему не устраивает в расследовании мужа и жену погибших офицеров, выяснял Андрей Баев. Напомним, трагедия произошла в канун пасхальной ночи. Пьяный молодой водитель на полном ходу врезался в крестный ход у церковного прихода в Кировском районе. Тогда путь лихачу преградили деревья и двое полицейских. От полученных травм женщина, инспектор по делам несовершеннолетних, скончалась в машине скорой помощи. Ее коллега умер на операционном столе. Как выяснилось позже, парень, сидевший за рулем автомобиля, управлял даже не своей машиной. Затеяв драку неподалеку, он ее попросту угнал. В итоге уголовное дело было возбуждено по двум статьям – за угон и совершение ДТП с гибелью двух человек. Вот только потерпевшие со второй формулировкой не согласны. Я не согласен, что по неосторожности. Это просто убийство, просто убийство. Потому что, ну, никак не ДТП, там можно было и тормозить, и отвернуть. То есть, все, я больше могу. Как уверен адвокат потерпевших, обвиняемый действовал, что называется, из хулиганских побуждений. А в этом случае, говорит юрист, законом предусмотрена квалификация такого преступления по статье убийства. Пленум Верховного суда номер 1 от 1999 года четко указал, что при рассмотрении дел по убийству из хулиганских побуждений, надо исходить из того, как ввел себя виновник до совершения преступления и после совершения преступления. И какой мотив самого деяния. Перед тем, как совершить данное преступление, Шахов в компании нескольких молодых людей беспричинно затеял драку, после чего, пока происходила драка, сел в машину и видно, что с целью просто уничтожения этого имущества на данной машине погнал по улицам города. При этом из схемы происшествия видно, что после того, как он ударился в машины, он повернул в лево руль и по прямой никуда не сворачиваясь, но обогнув столб со скоростью более 75 км в час, поехал в сторону скопления народа, которые стояли в освещенном месте. Не видеть он их не мог. По словам защитника, на рассмотрение дела по другой статье указывает и поведение обвиняемого после всего случившегося в ту самую ночь. Ну и после совершения преступления его поведение просто шокирует. То есть человек выходит из машины, ему спрашивают, ты что натворил? Он говорит, мне наплевать, два или три там я задавил. И в присутствии женщин, детей начинает исправлять естественную надобность. Вот это поведение, не хвататься за голову, не помогать, первую помощь какую-то не оказывать, а вот так вести себя. То есть все это поведение, как до, так и после совершения преступления, говорит о том, что человек просто относился безразлично к человеческой жизни. Свои доводы потерпевшая сторона изложила в ходатайстве о переквалификации дело, на которое люди и их адвокат уже получили отказ. На что была направлена жалоба в прокуратуру? Ответа пока нет. Получить комментарий у самого следователя нам не удалось. Пока расследование не завершено, пояснили в Следственном комитете, говорить предметно не о чем. Как окончательно будет звучать обвинительное заключение в этой трагической истории, до конца пока не ясно. Будем следить за развитием событий. На дорогах продолжают гибнуть дети. Эксперты решением этой непростой и страшной проблемы видят профилактику травматизма. Работать в этом направлении надо и со взрослыми, и с детьми. С последними, конечно, проще. Молодежь азартна и подвижна, а потому мальчишек и девчонок вовлекают в полезные игры, развивающие чувство уверенности в жизни и осторожности на дороге. Финал областного конкурса «Безопасное колесо-2014» прошел под Бердском. 44 команды из новосибирских районов и региона соревновались в знаниях правил дорожного движения, а также в ловкости и сообразительности. Наша съемочная группа побывала на торжественном открытии, а также выяснила, как собираются бороться с детским травматизмом на автодорогах взрослые и что думают по этому поводу сами участники конкурса. Школьники не только из Новосибирской области и ее центра съехались в детский лагерь Олега Кашевого, но и юные инспекторы движения из Барнаула и Омска, чтобы показать свои знания, правил дорожного движения и умение их применять на практике. Вообще, в финале областного конкурса «Безопасное колесо-2014» за победу будут бороться 44 команды по 4 человека в каждой. На торжественном построении школьники и их наставники образовали довольно внушительный круг. Взрослые надо отдать им должное. Выступали кратко, но вдохновенно. Говорили не только о конкурсе, но и о безопасности как таковой. Впрочем, дети, по крайней мере участники «Безопасного колеса», и так знают, как себя вести, чтобы не оказаться под колесами. Переходи по пешеходным переходам, не играть на дороге, есть много правил. А может быть, самому что-то, какие-то свои правила придумать? Ну, что все уже есть, которые нужны. А если нет рядом ни светофора, ни пешеходного перехода, а дорога есть? Ну, надо искать. Должен быть стоять знак, где пешеходный переход. И там машины видят знак и останавливаются. Однако статистика травматизма неумолимо показывает, да и доказывает, что одного знания и даже соблюдения правил дорожного движения пешеходами, тем более маленькими, для полной безопасности недостаточно. Мы и об этом спросили у детей. Ведь одно дело, что по этому поводу думают эксперты, которые и пешеходами-то бывают редко, и совсем другое, что говорят дети. Я считаю, что они, пешеходы, не очень внимательны, что надо быть повнимательнее на дороге. Угу. Ты что думаешь? Ну, то же самое. Главное, чтобы просто, не просто узнать правила, главное еще и соблюдать, и быть аккуратным, и внимательным. А взрослые тем временем расширяют меры профилактики детского травматизма на дорогах. В школах области уже появились специальные классы, даже тренажеры для подготовки водителей. Мы даже подумываем о приобретении тренажера со скутером, это где можно будет обучать детей. Тем более, вы знаете, что законодательство вводит в виллу новые подкатегории, где категория М – это водители мопеда, которые тоже сейчас программы на согласовании рассматриваются и будут использоваться в практике. Ну а безопасное колесо, помимо всего прочего, педагогического и профилактического эффекта, в начале учебного года позволяет школьникам на несколько дней забыть об учебе и пообщаться в свободной и непринужденной обстановке детского лагеря. В рубрике «Рецепты безопасности» мы дадим исчерпывающие ответы на волнующие вас вопросы. Конечно, если они касаются безопасности вашей лично, а также ваших финансов или здоровья. На что откладывает свой отпечаток география проживания того или иного человека? На многое. В том числе и на безопасности этого проживания. Особенно, если у вас активная жизненная позиция и вы не хотите быть серой мышкой. 18 сентября в некоторых странах отмечали День памяти погибших байкеров. Дата неофициальная, но, как говорится, к месту. Буквально только что поклонники двухколесной техники официально закрыли свой сезон и подсчитали потери. О том, сколько их нынче погибло и почему мотоциклист до сих пор ассоциируется со смертником на дороге, сейчас расскажем. Конечно, некоторые автомобилисты вздохнут с облегчением после того, как мотоциклы, скутеры и мокики с началом холодов будут припаркованы на всю долгую зиму где-нибудь в гаражах. И это несмотря на то, что сами водители авто не чаще мотоциклистов соблюдают те же правила дорожного движения. Просто транспорт до того разный, хотя бы колеса посчитать, что его владельцы не всегда находят общий язык на дороге. Итог получается печальным, прежде всего для байкеров. В 2012 год на сегодняшний день было 228 ДТП, нами зарегистрировано 18 мотоциклистов погибших, 254 получили травмы. В 2013 году было 200 ДТП, 17 погибших, 204 раненых. И в этом году 139 ДТП, 17 человек, к сожалению, погибших и 140 раненых. То есть такая сухая статистика, которая показывает, что из года в год как бы общий вал снижается ДТП. Причины трагедии, конечно, самые разные. Если не брать во внимание несоблюдение ПДД, а это нарушение движения по полосам, скоростного режима и других пунктов правил, то становятся заметны и другие нюансы. К примеру, то, что мотосезон в Сибири короткий, и за конец весны, лет и начало осени байкеры пытаются выжать все возможное. Погодные условия зачастую не на стороне двухколесной техники. Тот же асфальт, когда он холодный, мотоцикл трудно удержать на вираже. Или запрет с начала этого года на самоподготовку при сдаче на категорию А, что привело к значительному удорожанию в получении права управления мотоциклом. Очень многие люди, я так думаю, не смогут себе позволить оплатить обучение и просто будут ездить без категории, тем самым игнорируя требования закона инспекторов дорожного движения об остановке. Они, соответственно, будут совершать различные действия на дороге противоправные, не останавливаться, убегать от инспекторов, что так или иначе приведет, ну, как минимум к ДТП, а как максимум к смертельному исходу, что тоже, я думаю, что нехорошо скажется на статистике. Однако есть и такие, кто статистику не портит. Александр в байкерской среде, известный как Дикий, в этом сезоне, говорит, отъездил немного, каких-то 20 тысяч километров. Такое расстояние не каждый автомобилист за весь год наматывает, а тут байкер. И ничего, вышел невредимым и всех неприятных ситуаций и остался жив. Это главное. Говорит, секрет прост. Не надо наглеть на дороге, то есть необходимо просто соблюдать правила и уважительно относиться к автомобилистам. И будет вам счастье. Правда, всегда возникает одно «но», и это сам мотоцикл. Он всегда выступает провокатором. Человек, который купил первый сезон ездит и купил сразу литровый мотоцикл, и сев на него, мотоцикл начинает провоцировать. То есть просит подать газку. Потому что мощности валом, скорости валом. И вот 100 километров как бы не скорость. Но надо помнить всегда, что тебя ждут дома. Ну и контролировать свои эмоции на трассе и положение ручки газа. И будешь жив. А между тем, у памятника всем погибшим байкерам, что под Новосибирском, всегда появляются свежие цветы и венки от родных и близких. И ведь из тех, кого здесь поминают, никто не хотел умирать. Но, видимо, скорость и свобода действительно иногда прекраснее целой жизни. Да не оскудеет рука отдающего, сказано в книге притчи Соломоновых. Сгоревший около месяца назад в Краснообский приют для животных помогает восстанавливать многие и многие новосибирцы. Кто деньгами, кто стройматериалами, кто инвентарем или оборудованием. Средства собирали и волонтеры, и художники. Мы выяснили, что удалось построить для четвероногих бездомных и как молодежь решила книгами помочь обездоленным животным. Чуть больше месяца назад сгорел Краснообский приют для животных. В огне тогда погибло около трех десятков кошек и предположительно одна собака. Так как это сгоревшее дотла пристанище существовало исключительно на пожертвования, то организаторы приюта также обратились к неравнодушным людям за помощью. И помощь пришла. Соорудили уже больше 30 будок для собак, и хоз по стройку накрыли от дождя. Появился бывший строительный вагончик, в котором теперь живут три котенка. Кстати, они с удовольствием найдут своих новых хозяев, так как условий для содержания их зимой здесь теперь нет. Сгорело теплое помещение. А этот кошачий вольер можно использовать исключительно летом. На проблему с животными в Краснообском приюте откликнулась и молодежь. Конечно, жалко бездомных животных, хотелось всех себе забрать. Но раз невозможно, вот есть акции, которые мы можем организовать. Студенты-волонтеры придумали довольно-таки интересную акцию. Идею, как обычно, подсказала сама жизнь. Придумали, когда ездили на Селигер, гуляли просто по Арбату и увидели, с каким удовольствием люди разбирают книги, которые уже у кого-то когда-то были. Там, правда, за них платят деньги, но мы решили провести эту акцию в помощь бездомным животным и, собственно, обменивать их уже на корм. Либо на какие-то предметы, которые будут нужны приюту. Я так понял, конкретно Краснообский приют, который сгорел? Да, который сгорел. Мы с ними связались, договорились о сотрудничестве, и, собственно, акция проходит в помощь именно им. О том, куда, когда и кому можно принести книжки, можно узнать в интернете, набрав в поисковой строке фразу «Благотворительная акция книга помощи». Проводится она совместно с Домом молодежи. Если же вы желаете помочь животным, но не можете сами принести книги, волонтеры к вам приедут. Принимать литературу будут до 26 сентября. А 28-го состоится и сама акция обмена книг на корм для собак в одном из торговых центров Новосибирска. Там очень много людей, плюс погодные условия, сами видите, на улице сейчас невозможно будет провести эту акцию достаточно хорошо. А в таких торговых центрах можно будет привлечь внимание людей, там будут, ну, по нашей задумке ходить волонтеры, раздавать флайеры, чтобы люди знали, где мы сейчас располагаемся и смогли прийти и обменять. Также в этих торговых центрах можно будет сразу же приобрести корм и принести просто его нам. А корм, особенно сухой, который можно хранить длительное время, приюту в Краснообске очень даже нужен. Ведь сюда после пожара вернулись практически все собаки. Сейчас их здесь больше 50 и им надо постоянно что-то есть. Один мудрый человек подметил, неблагодарных гораздо меньше, чем полагают, ибо щедрых значительно меньше, чем думают. Хорошо, что животные не страдают таким пороком, как неблагодарность. Это видно по их взгляду. Смотрите программу безопасности на канале ЭНСК-49. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин